Последнего царствующего представителя рода государя Николая II часто называют покровителем отечественного спорта. О том, почему так сложилось, наши корреспонденты узнали у руководителя спортивного отдела Екатеринбургской епархии. Спортивный отдел Екатеринбургской епархии сформирован именно здесь, в храме на Крови, на месте расстрела царской семьи. Поэтому неудивительно, что большинство своих мероприятий, спортивных состязаний, отдел посвящает памяти государя. Хотя причина не только в местонахождении. Дело в том, что государь-император Николай II сам был замечательным спортсменом, а теперь он еще считается покровителем отечественного спорта. Царь Николай успел создать первую, вторую и третью олимпийские сборные. И мало того, у нас первая сборная была около 20 человек, и только третья сборная привезла первый раз в Россию золото. Это был, как ни удивительно, вид спорта фигурное катание, в котором Россия, наверное, до сих пор является одним из лидеров фигурное катание. Примечательно, что сам царь Николай, будучи монархом, правителем самой большой страны в мире, очень любил и уважал спорт. Причем не только излюбленные среди элиты виды, а простые, распространенные среди рабочих. Например, бег по пересеченной местности. Всем известно, что когда в России была создана новая форма одежды, царь Николай попросил предоставить своего размера форму рядового, это происходило в Ялте, документально зафиксировано, одел эту форму, взял полностью боекомплект, взял трехлинейку, винтовку рядового. И царь Николай в течение 8 часов сделал пробежку по пересеченной местности, по лесу. И после 8 часов прибежал весь такой в испарении и сказал, что форма отличная, справилась и подписал указ о ее выпуске. Но разве не может быть такой царь примером для современных военных, спортсменов, да и правителей? Интересно, что даже находясь в ссылке в заключении, государь не забывал о занятиях спортом и здоровом образе жизни. По нему, по самому, видно по всем фотографиям, что у него в 50 лет нету живота, что он такой весь подтянутый, стройный, что он носил бороды, усы прямо так от носа широкие такие. То есть человек был настоящий русский человек, настоящий воин. Спортивный отдел Екатеринбургской епархии стремится популяризировать здоровый образ жизни. Поэтому регулярно проводит марафоны, турниры по подтягиванию и состязания по многоборью. В основном мы ездим по колониям, проводим соревнования в тюрьмах или среди военных. То есть всем нам известно, что мы на земле лица не действующие и от нас ничего не зависит. То есть все, что здесь происходит, конечно, зависит от царя Николая. Мы молимся ему и возим икону его с собой на соревнования. И любое нами задуманное мероприятие спортивное, оно свершается вопреки всему. Даже если мы иногда говорим, что не будем делать, нам звонят люди и говорят, что у нас есть деньги, мы готовы вам будет все оплатить. И у нас мероприятия как льются одно за другим. Добавим, что до конца этого года в Екатеринбурге и области состоится ряд мероприятий, посвященных памяти царя Страста Терпца. Причем пройдут они не только для заключенных, а такие состязания епархиальный отдел проводит регулярно, но и для всех граждан. Много состязаний спортивный отдел подготовил и для школьников. Подробнее о них мы расскажем уже в будущих выпусках нашей программы.